Что касается расширения Североатлантического альянса, да, это проблема. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики, по сути, одной страны, но делается достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно. Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности. И поэтому в этом смысле непосредственные угрозы для нас расширения за счет этих стран для России не создается. Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. И нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия, факельные, с неонацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача – сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний. Субтитры создавал DimaTorzok